Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. Модернизация библиотек в нашем городе, как и в других российских регионах, проходит благодаря национальному проекту «Культура», инициированному президентом страны Владимиром Потитом. Сегодня это не просто место для чтения и выбора книг, но и творческие площадки, где гости могут проявить свои таланты, встретиться с интересными людьми или просто отдохнуть в комфортной обстановке. Какие интересные проекты запланированы в самарских библиотеках, как принять в них участие, я узнаю у моей гости в студии. Инна Александровна Емщикова, заведующая отделом проектных технологий СМИПС «Самара». Здравствуйте! Здравствуйте! Рада приветствовать вас в студии. Вы всегда приходите с интересными новостями. И вот сегодня мы говорим вновь о проектах. Проект «Берега диалоги о литературе». Насколько мне известно, это новый проект. Ну и я так думаю, что проект с таким заманчивым названием, наверняка читателям будет интересно узнать для начала историю его создания. Инна Александровна, расскажите, пожалуйста. Конечно. Дело в том, что для старта этого проекта была площадка предыдущего проекта, Михаил Тарковский, который назывался «Есть жизни предков древняя свобода». И как бы на основе вот тех, той группы, наших участников группы, был реализован, вот сейчас реализуется, точнее сказать, данный проект, который называется «Берега диалоги о литературе». Но если полностью название этого проекта, то оно звучит так. Журнальный зал, не столичная литература, а одним из его компонентов является вот проект, который называется «Берега диалоги о литературе». О чем он? Для кого он? Кто его аудитория? «Берега» — это название такое, ну, Россия большая, рек много, соответственно, много берегов. И каждый берег — это определенная культура народа, это определенная энергетика народа, определенные обычаи, которые связаны. Есть центральная Россия, есть южная Россия, восточная Россия. И все вот эти вот культурные ценности, да, мы бы хотели в своем проекте в этом объединить. И объединить с помощью литературы, конечно же. Это как стартовая наша такая площадка будет. И «Берега» именно помогут, наверное, вот своей вот этой вот энергетикой людей, культуры народной, народности всяких разных России, они помогут это русло литературное создать. Потому что многообразие как раз покажет русского народа данное течение реки. И как раз берега будут такой вот составляющей, которые не дадут выйти из берегов, и в то же время покажут правильное направление, правильное течение. Но все-таки, а почему отдано предпочтение именно литературным журналам, а не, скажем, издательствам или другим литературным площадкам? — Здесь можно... Давайте так представим, что все многообразие художественной литературы можно разделить на две такие большие группы. Это высокая литература и массовая литература, или, как ее еще называют, коммерческая литература. Вот если мы будем говорить о высокой литературе, то еще Юрий Лотман отмечал, что высокую литературу нельзя как-то классифицировать. О ней, в принципе, невозможно говорить. Что остается? Остается ее прочувствовать, остается ее осознать. И когда читаешь такую вот литературу, высокую литературу, то человек духовно обогащается, получается у него такой духовный рост. Это как саморазвитие человека. И высокая литература — это, в принципе, литература малых жанров, таких как рассказ, повести, миниатюры различные. И эта литература плохо продается. Она не интересует, как правило, издательство, ну, либо малым тиражом. Но где основной источник этой литературы? Это, конечно же, толстые журналы, как мы их раньше называли, литературные журналы, как мы их теперь назовем. Ну, по старой памяти можно и толстые журналы. И, конечно же, функция толстых журналов, литературных таких журналов, она прежде всего в том, что они являются в качестве экспертов. То есть они определяют то ключевое зерно литературное, на которое нам следует обращать внимание и которому следует, наверное, придерживаться. Да, на которое ориентироваться тоже в том числе, да? И в том числе они озвучивают различные премии, есть, соответственно, экспертные оценки, рассуждения. И показывают нам ту настоящую высокую литературу, которую нужно человеку читать. Но литературные журналы сейчас претерпевают тоже в наше экономическое время непростое время, непростую свою судьбу. Они выходят на интернет-площадки, они становятся открытыми. Конечно, не все их произведения, но большую часть они все-таки открывают. И тогда возникает вопрос, какова же роль библиотек в этом? Конечно. Но изначально, испокон веков, как это велось, да, библиотека всегда была в центре продвижения таких литературных журналов. Где их можно было встретить? Либо выписать, либо прийти в библиотеку и прочитать. И вот целью такого проекта, данного берега диалоги о литературе, это как раз продвижение толстых литературных журналов. А мы еще говорили о том, что журнальный зал у нас на званиях, и есть через точку у нас так не столичная литература. Что это значит? Это значит, что мы больше всего внимания обращаем на высокую литературу и, конечно же, на авторов, которые являются не столичными авторами. Потому что очень много таких вот одаренных авторов, которые не связаны, не привязаны географически к столицам. Тем не менее, чтобы о них узнать, публикуют, конечно, их толстые журналы. И, конечно же, рассказываем мы в своем проекте, который называется «Берега диалоги о литературе». Инна Александровна, расскажите, вот все-таки первые выпуски в открытом доступе. Читатели уже могут ли с ними познакомиться? И самое главное, кто стал героями этих выпусков? Конечно, да. Первые выпуски в открытом доступе вы можете заходить в нашу группу «Берега диалоги о литературе». И в том числе это как подпроект, да, или журнальный зал «Не столичная литература». И там вы можете познакомиться с нашими первыми выпусками. Героями наших первых выпусков стала Андрей Антипин и вот Дмитрий Лагутин. Это новый писатель, он родом из Брянска. Здесь вот у меня в руках его сборник рассказов «Этот вечер, это утро», а также у него есть ряд повестей. С одной из них мы уже познакомились, она называется «Обруч медный». И сейчас вот будем знакомиться с рассказом замечательным, который называется «Чудо». В ближайшее время видеоверсии этих выпусков выйдут в нашей группе, ну и, конечно же, на сайте Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы, где и, в принципе, реализуются эти проекты. Вы сказали про онлайн-встречу с Андреем Антипиным. Скажите, а сразу ли он согласился на диалог и знаком ли он с этим проектом и с его выпусками? Да, с проектом Андрей Александрович, конечно же, знаком. Предварительно у нас работа была такая, что мы знакомили его как раз с сюжетами нашими. Вот он даже нам помогал подготовить один из сюжетов, который касался его биографических таких справок, данных. Вот мы совместно подготовились с ним, выпустили. Он очень благодарный и благосклонно к этому отнесся и, конечно же, согласился на интервью в итоге, которое у нас и произошло. Состоялось. Какое бы произведение Антипина вы порекомендовали бы прочесть обязательно? Я думаю, что самое такое вот животрепещущее и наиболее откровенное – это его сборник-миниатюр, который называется «Живые листья». В 2023 году вы продолжаете радовать своих читателей конкурсами и новый конкурс «Эстафета семейного чтения». Расскажите, пожалуйста, о нем, каков его формат и как будет происходить этот конкурс, ну и каковы, конечно, условия участия. Да, с удовольствием. «Эстафета семейного чтения» – это даже не столько, наверное, конкурс, сколько общественная такая акция, на которой мы приглашаем все семьи поучаствовать в ней, потому что во многих семьях читают. Вот, и чтение объединяет семьи, объединяет их вечерами, такой совместный досуг объединяет выходные дни. И чтобы приятно провести время с пользой, с книгой, и в то же время это очень большую и значимую роль играет именно с точки зрения социального. Мы понимаем, что сейчас непростое время, и найти объединяющую интересную форму для проведения совместного досуга – это как раз вот чтение. Чтение может, на эту эстафету принимается любого абсолютно формата российских авторов, в том числе, также участники сами выбирают и произведения, сами выбирают место съемки. Значит, стартуется у нас эта эстафета с 1 марта, продлится она до ноября месяца. Итоги будут подведены и выставлены на сайте Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы. Ну, а как раз совсем скоро стартует уже второй Всероссийский литературный онлайн-конкурс «Прочитай его». Ну, и, конечно, хотелось бы узнать, что ждет будущих участников, и, конечно, на что стоит обратить внимание. Да, в этом году мы решили, прочитая его данный конкурс, провести среди библиотек России, приглашаем к участию библиотеки Самары, Самарской области и всей России, конечно же. И данный конкурс также будет у нас по трем номинациям идти – это отзыв, видеоаннотация и художественная иллюстрация. Мы приглашаем от 14 лет участников и старше, но большее предпочтение, конечно, мы отдаем сотрудникам библиотек и библиотекам Российской Федерации. Старт конкурса 1 марта и продлится он до 1 октября. Ну, заключительный к вам вопрос, Ирина Александровна, все-таки проводите вы многочисленные конкурсы, одновременно, наверное, 3-4 до 5 конкурсов проходят. Но вот скажите, пожалуйста, все-таки о непопулярности среди самарцев, наших жителей, и почему все-таки стоит принимать в них участие? Стоит принимать участие в первую очередь для самореализации, для творческого такого подъема, для радости общения с широкой аудиторией. Данные конкурсы – это возможность показать себя не только в Самаре и Самарской области, но и выйти на всю Россию. И сделать, наверное, немножечко украсить и свою жизнь, и подарить радость другим людям. Ну что же, спасибо большое. Сейчас мы прервемся на небольшой сюжет. Ну и далее продолжим. Предметный столик, зеркало. То есть мы можем со всех сторон смотреть на микроскоп. Рассмотреть все детали микроскопа при помощи смартфона и четырехмерного пространства в 21 веке проще простого. В этих книгах плавают рыбы, оживают планеты Солнечной системы, животные и птицы. Если современные дети на происходящее реагируют спокойно, то их родители мечтают отправиться в прошлое, захватив с собой смартфон и красочные страницы издания. Приговаривая, во дворе бы обзавидовались. То, что книга – лучший подарок, особенно такая, по-прежнему считает директор детской библиотеки Татьяна Халитова. Отмечая, что ни одно электронное издание не способно передать запах типографской краски и работу иллюстраторов. Детей, говорит Татьяна Алексеевна, приучать к чтению книг нужно с самых ранних лет. Читающий ребенок обладает хорошим словарным запасом. Грамотно пишет потом в школе. И вот этот процесс чтения, он очень важен. Интеллектуальный процесс для развития творческой личности ребенка. Чтобы читать могли все, независимо от возраста, положения и достатка, ежегодно в мире отмечают День книгодарения. Идея этой даты родилась в 2012 году у английской писательницы мамы двоих детей Эммы Перри. Позже инициативу подхватили писатели, издатели и представители культурных и благотворительных организаций различных стран мира. В этот день принято дарить хорошую, качественную литературу родным, близким и просто случайным знакомым. Своими прочитанными книгами с Центральной городской детской библиотекой сегодня поделились ученики 121-й Самарской школы. Есть такая фраза, что книга – лучший подарок. Слышали такое? Да. В знак благодарности ребятам представили литературную программу «Влюбленные в книгу». Светлана Цоя обожает книги с детства, поэтому найти общий язык со школьниками не составило труда. Я вообще очень сильно зачитывала с книгами, меня сложно было от них оторвать. Родители даже ругались иногда. Мама просит прийти помочь, просит помощь. Я говорю, сейчас еще главу дочитаю и приду к тебе. Я дочитываю главу, понимаю, что мне интересно читать дальше. Она приходит уже через полчаса, пойдем помогать. Ребята узнали, как и когда появились новые книги, услышали об истории создания библиотек и лучших детских изданиях. Несмотря на то, что у каждого из них ежедневно под рукой гаджеты, читать они любят и рассуждают совсем по-взрослому, понимая, что интернет – это ресурс, который может помочь лишь в некоторых случаях. Мне нравится Гарри Поттер, девочка Вера и обезьянка Анфиса, гарантийные человечки и многое другое. Интернет люди создали для того, чтобы он помогал им, а не заменял их. Лекция и открытые уроки, посвященные Международному дню книгодарения, уже имеют свою небольшую историю. Послом ежегодной благотворительной акции «Дарите книги с любовью» с 2017 года является российский актер, театр и кино, режиссер, телеведущий, заслуженный артист России Максим Аверин. За пять лет к акции присоединились все 85 регионов нашей страны, было собрано и передано в различные организации около миллиона изданий, более ста тонн книг. Принять эстафету книгодарения может каждый из нас, тем более, что праздник совпадает с Днем всех влюбленных. А это значит, что книга действительно может стать лучшей валентинкой для возлюбленных, поднимет настроение и обязательно расскажет о ваших чувствах. Ну а мы продолжаем разговор. И я представляю Ирину Алексеевну Хлебодарову, главный библиотекарь филиала библиотека номер 23, СМИПС Самара. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну а с вами мы продолжим разговор также о проектах, которые реализуются в вашем филиале библиотеки. Так вот, в рамках проекта «Талант высокой простоты» по творчеству Шукшина стартует уже третий международный литературный конкурс «Спешу в стиле Шукшина». Расскажите, пожалуйста, для начала, как завершился конкурс прошлого года и озвучите, пожалуйста, его итоги. Ну, впервые конкурс «Пешу в стиле Шукшина» у нас проходил в 2021 году. В нем приняли участие 80 человек. А вот уже в 2022 году интерес к конкурсу стал еще больше. Было прислано 170 работ с разных уголков России и зарубежья. И возраст участников у нас был от 15 до 88 лет. Работы были очень интересные. И по результатам этого конкурса был создан сборник, который размещен на сайте СМИПС. Это сборник участников-победителей, которые победили в конкурсе «Пешу в стиле Шукшина» 2022 года. И вот сейчас каждый желающий может ознакомиться с этими работами на сайте СМИПС. Также у нас есть группа ВКонтакте, которую мы ведем постоянно. Это группа «Библиотека 23 Самара СМИПС». И вот там есть отдельная вкладка, которая посвящена конкурсу. И там также размещены работы участников-победителей. Ну, то есть интерес к творчеству Василия Макарыча не угасает. Не угасает, да. Я понимаю, и вы озвучили, интересно, такие категории 15 лет и такой очень пожилой возраст, 88. Ну, действительно, потому что, конечно, талантливый писатель. Это безусловно. Но вот, казалось бы, уже удивить читателей, чем можно еще. Но все-таки в этом году чем будет отличаться конкурс от годов предыдущих? В этом году мы по традиции объявили уже третий международный конкурс «Пишу в стиле Шукшина». Стартовал он 20 февраля и будет продолжаться до 25 июля 2023 года. В этом году в конкурсе у нас две номинации. Первая номинация – это «Шукшинский стиль», где принимаются рассказы, выполненные в стилистике и в традициях написания короткого рассказа Шукшины. И вторая, новая номинация – это «Иллюстрации». Здесь принимаются авторские рисунки, выполненные в любой технике написания, но рисунки должны быть к рассказам участников-победителей конкурса 2022. Хитрый ход такой у вас. То есть мы решили соединить два конкурса для того, чтобы как можно больше людей прочитали работы победителей конкурса 2022 года. Потому что на самом деле они очень интересны и стоят того, чтобы с ними познакомились как можно больше людей. Ирина Алексеевна, а вот любопытно. Рисунки принимаются, ну скажем так, профессионального качества, либо это могут быть и любительские иллюстрации. Вот какие критерии к участникам по иллюстрациям? Ну, конечно же, любительские. То есть каждый желающий может принять участие в нашем конкурсе. И не обязательно, чтобы он был профессиональным художником. Главное, чтобы он любил и читал книги вообще. И различные стили приветствуются. И различные стили, да. Здорово. А вот вас лично удивила какая-то работа, порадовала? Ну, в этом году, вот тоже очень приятно, конкурс только как бы стартовал 20 февраля. И прошло совсем немного времени, но уже присланы нам на конкурс уже три рассказа. То есть это очень радует. А какая география участников? Она обширна? Это только Самара, либо наш регион, либо Россия? А, ну здесь международный даже конкурс. Да, международный, конечно. К нам присылали рассказы и из Канады, и из Швеции, и из Израиля. А вот в прошлом году победительницей стала жительница Луганской, Луганской народной республики. То есть география самая широкая. Ну, то есть в положении конкурса указан русский язык? Да, конечно. И познакомиться подробнее с правилами конкурса, с положением конкурса можно на сайте СМИПС. Ну, а вот все-таки какими интересными мероприятиями реализуется проект, вот помимо конкурса? Ну, конкурс, конечно, занимает одно из центральных мест в проекте, но кроме этого проект наполнен также и другими мероприятиями. Дважды в год у нас проходит такое большое событие, как Дни Шукшины. И вот эти дни, они наполнены самыми разнообразными мероприятиями. Это и литературное обозрение, и мастер-классы, и читки произведений Василия Шукшина, и выставки самые различные по форме. В 2020 году мы проводили конкурс буктрейлеров «Чудаковатые герои» к рассказам Шукшина, к юбилейным рассказам Шукшина. Также мы проводили онлайн-встречи с коллегами из Бийска, где делились опытом работы и строили планы на будущее. Также на страничке ВКонтакте у нас есть постоянные группы, которые так и называются «Талант высокой простоты». И вот там собрано очень много информации, интересной информации, которую раскрывает личность Василия Шукшина как актера, режиссера и писателя. Ирина Алексеевна, а что дает все-таки этот проект как его участникам, так и вам, как организаторам? – Ну, проект в первую очередь, наверное, дает расширение и углубление знаний о жизни и творчестве Василия Шукшина. И проект способствует увеличению интереса к книгам. – Ну, я так понимаю, что большая работа такая ведется именно по популяризации книг Шукшина. То есть, я так понимаю, что стали больше читать рассказы Шукшина? – Конечно, да. Читать стали больше Шукшина. Мы работаем даже с такими читателями, с юными читателями, которым, казалось бы, еще рано начинать читать рассказы Василия Макаровича. Это, ну, ребята 3-й, 5-й класс. И вот с ними мы проводим различного рода мастер-классы. Мы рисуем алтайскую природу, мы рисуем русскую деревню, мы рассказываем о селе Сростки, где родился и вырос Василий Макарович Шукшин. И вот не так давно у нас проходил мастер-класс, который так и назывался «Калина Красная». Этот мастер-класс был по бисероплетению. Мы делали такую поделку в виде броши. Ребятам это действие очень понравилось. Все увлеченно делали свою кисточку «Калина Красной». И результат получился очень красивый, интересный. Брошь получилась у всех разной, но у всех очень красивая. И вот такие мастер-классы, они, конечно, способствуют творческому развитию у ребят. И в то же время они помогают в дальнейшем лучше понимать рассказы Василия Макаровича. Проводите ли вы, может быть, какие-то читки связанные? Конечно. Да, расскажите. Мы работаем по публиализации творчества Василия Макаровича Шукшина и со взрослыми читателями, и со старшеклассниками. И вот для старшеклассников мы в первую очередь используем выразительные формы работы. Василий Макарович удивительный человек, признанный мастер короткого рассказа. Его книги, его рассказы, они просты и понятны. А язык Василия Шукшина, он необыкновенно выразительный, богатый русский язык. И вот если еще его рассказы со сцены читает профессиональный актер, то здесь, конечно, равнодушных быть не может. И вот работая с подростками, с молодежью, со старшеклассниками, мы используем выразительные формы работы. У нас налажена связь с театром. И на нашей библиотечной площадке не раз выступали знаменитые, известные артисты. Не раз приезжал к нам заслуженный артист России Олег Константинович Белов. Показывал отрывки из своего моноспектакля «До третьих петухов». Также рассказывал о своих поездках на Алтай. Рассказывал о том, как он знакомился с родственниками Шукшина, как принимал участие в ежегодных шукшинских чтениях. Читали рассказы Шукшина у нас артисты театра «Лицом к лицу». Это Андрей Прохоров, Василий и Екатерина Евтух. Также мы приглашали артистов Самарского академического театра драмы Владимира Морякина и Анастасию Ермилину, которые на нашей библиотечной площадке показывали отрывки из спектакля «Вот так и живем». Также мы знакомились с Самарским художественным театром. И Алла Генриховна Набокова рассказывала нам о спектакле «Здорового родня». Как она там шикарно сыграла тещу из рассказа «Мой зять украл машину дров». Но мы сотрудничаем не только с профессиональными театрами, мы приглашаем и самодеятельные коллективы. А вот из последних, наверное, к нам приезжал творческий коллектив при Доме ветеранов, художественный руководитель Галина Владимировна Беспалова, которые тоже показывали нам спектакль по рассказам Василия Макаровича Шукшина. Ну а вот все-таки внимание и интерес молодежи к таким мастер-классам и к таким проектам чем в первую очередь обусловлен, как вы считаете? Ну, во-первых, подача информации. То есть мы стараемся такие выразительные формы работы использовать, заинтересовать молодежь, а уже потом им нравится и само содержание. Вот я говорила про театральный коллектив при Доме ветеранов, они показывали нам замечательный спектакль, хоть совсем не профессионалы. Вот мы там насмеялись, конечно, и насмеялись, и как бы такой смех был сквозь грусть. Ну, все как у Шукшина. Ну а почему все-таки в библиотеках проходят такие проекты? Как вы считаете? Ну, мне кажется, это идеальное место, ведь там собраны и книги нам в помощь, которые вот способствуют и раскрытию личности и таланта Василия Шукшина. Будете ли вы продолжать работать над этим проектом? Ну и, конечно, я хотела бы спросить, какие еще проекты запланированы вот на ближайшее время? Можете пригласить всех любителей книги к вам в библиотеку? Конечно же, интерес к проекту «Талант высокой простоты» есть, поэтому мы будем его продолжать. Но кроме этого, у нас в библиотеке существует, мы к нему вот уже плавно подошли. Еще один интересный проект – это театральный проект. И реализуется он в нашей библиотеке уже 4 года. У нас налажены такие связи с Самарским отделением дома актера, с Владимиром Александровичем Гальченко, с Тамарой Яковлевной Воробьевой. И за эти 4 года мы много где побывали, много что посмотрели. И что самое приятное, к нам на нашу библиотечную площадку очень часто на творческие встречи приезжали самые известные, самые талантливые молодые самарские артисты. И вот этот проект, он рассчитан на молодежь, 16+. То есть это старшеклассники и студенты. И вот с ребятами мы осенью не так давно посетили Самарский молодежный академический театр-мастерская. Мы посмотрели два спектакля. Это «Молодая гвардия» по роману Фадеева и «Гроза» по пьесе Островского. Ребятам очень понравилось. Мы подружились с театром. И вот в феврале с ответным визитом артисты Самарского молодежного театра-мастерская приехали к нам в библиотеку. Встреча получилась очень интересная, очень насыщенная и теплая в то же время. Художный руководитель театра Ирина Анатольевна Сидоренко очень интересно рассказывала, как создавался театр, о премьерных спектаклях, о том, как театр связан с книгой. А артисты, которые вместе с ней приехали, это Андрей Галкин и Ольга Темникова, они показывали отрывки из спектакля. Читали стихи и отвечали на многочисленные вопросы ребят. Ну и вот совсем скоро, в марте, мы с ребятами пойдем в театр-мастерскую на спектакль «Мертвые души» по роману Гоголя. Но это еще не все. У нас в библиотеке в этом году стартовал новый проект. Это проект «СМИКС», «Глаголь и ЖГИ». Проект по ораторскому мастерству. Ведь ораторское искусство – это очень интересная, увлекательная и полезная наука. Каждый человек общается в обществе ежедневно, в школе, в институте, затем с коллегами по работе. И умение красиво, грамотно и уместно говорить – это важно для каждого человека в современном мире. И вот наш проект как раз рассчитан на это. Вести проект будет Ирина Чернобровкина. Это актриса Самарского государственного театра драмы. Ирина – тренер по ораторскому мастерству. Она закончила институт риторики и ораторского мастерства. И вот на наших занятиях, на мастер-классах она поможет ребятам убрать зажимы. Научит, как правильно, громко, четко и с выражением читать стихи. Как побороть волнение и страх перед публичным выступлением. Может быть, ребята благодаря таким мастер-классам станут более уверенными в себе. И не будут бояться разговаривать, да и просто говорить. Но в любом случае, проект очень полезный. Я прошу не раскрывать всех секретов, а пригласить, когда ближайший мастер-класс состоится. Ближайший мастер-класс состоится совсем скоро. Это будет 6 марта в 13.30 в библиотеке 23 по адресу Севастопольская, 53. Ну что же, спасибо вам большое за участие в программе. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эс». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова